Совсем недавно я выпустил ролик, в котором проходил демо-версию мода для первой халвы, который переносит Half-Life 2 в 90-е, скажем так. На удивление, он неплохо так зашел, и ваша реакция на него была любопытная для меня. На выходных я по фану стримил версию игры 2004 года, где в конце мы творили с ней то, что лучше не видеть обычному обывателю интернета. Короче, если вы думали, что вы видели худшую графику в виде Half-Life 2, смотря мое предыдущее видео, то вы ошибаетесь. Очень ошибаетесь. Очень, очень, очень ошибаетесь, да. Не рекомендуется к просмотру нервнобольным или просто людям со слабой психикой. Да-да, я подсмотрел идею LowSpecGamer, идите нахуй. Для начала мы должны откатиться с 9 до 7 версии Дирекста в игре. Для этого открываем консоль и прописываем команду maddxlevel70. Уже сейчас можно заметить, как преобразилась картинка. Теперь банально убиваем все настройки графики в минимум, с этим любой школьник справится, даже консольщик. И получаем уже довольно хороший результат. Но нам этого недостаточно. Для достижения всех наших целей нам понадобится прописать в консоли известную команду svsheets1. Она позволит нам ввести команды, меняющие графику в игре. На самом деле этих команд очень много, поэтому мы введем лишь самые значительные из них. В Half-Life 2 для 2004 года были великолепные частицы искр, дыма и всего такого. Из-за чего картинка при перестрелках выглядит более динамичной и заполненной. Так вот, к черту это все. Прописываем команду airdrawparticles и ставим ее значение на 0. Тем самым убираем абсолютно все частицы в игре. Персонажи и физические объекты отбрасывают тень. Зачем она нужна? Ее все равно никто не замечает. Пишем в консоли airshadow с нулевым значением и вуаля! Все предметы и люди вдруг стали вампирами. Прошаренные знают, что если в первый Half-Life переключить рендерер с OpenGL на софтвер, все текстуры приобретут майнкрафтовские пиксели. Именно в этом режиме раньше многие и играли, поэтому вспомнить прошлое нам поможет данная команда. MatFilterTextures 0 После этого все освещение в игре кажется слишком натуральным, теплым, сглаженным. Благо, есть подобная команда для света. Введя команду MatFilterLightMaps 0 можно уже реально спутать игру с каким-нибудь модом для Майнкрафта. Одна из фишек игры на выходе, которая сейчас выглядит потрясно, это вода. Ее неподражаемые шейдеры и взаимодействие с предметами. По мне так она выглядит слишком технологичной, поэтому не будем ухудшать ее качество, а просто уберем ее полностью. Вот так-то лучше. В движке Source предусмотрена технология постепенного уровня детализации, или же лодов. Это значит, что когда объект находится далеко от игрока, он теряет большинство своих полигонов и смазывает текстуры. Мы этого не замечаем, ибо при приближении все становится нормальным. Если написать команду Airload и поставить ее значение на 8, игра будет прогружать только низкополигональные модели. Господи, прости. MatPicMic на максимальном значении 4 полностью убивает качество текстур. Таки добро пожаловать в мир консолей и ведер из Эльдорадо. Чтобы глазам было не так больно, или же наоборот, можно убрать абсолютно все освещение в игре, прописав MatFullBright1, и наша картинка станет абсолютно яркой. Ну и чтобы до конца добить игру, осталась одна самая жесткая команда, которую водить даже страшно. Это MatShowLowImage1. И тут без комментариев. Твою налево. Ну а теперь давайте вживую посмотрим на наш результат. Но перед этим мы с ним самое низкое разрешение, которое есть только в этой игре. 640 на 480. Погнали. Ну вот теперь можно и начинать. И так я боюсь даже первая глава прибытия. Начать новую игру. Поехали. Так. Half-Life 2. Пока что все нормально. О, господи. Джимен. Нет. Нет. За что? Мне кажется, я нагрешил. Вот это я понимаю. Человек вне в том месте может перевернуть мир. Так, нас отпустило и... Оу. Черт. Блин. Это... Это теперь хоррор какой-то, не знаю. Вы просто посмотрите на их лица. Да у них лиц даже нет. Блин, они видно совсем. Все слишком плохо. Вот это да, текстуры, конечно. Мне кажется, в первых Half-Life ты и то лучше выглядел. Прозрачных текстур просто больше нет. Не держи руку через забор, окей. Так, давайте возьмем воды. И... Опа. Не смотри на меня. Что это тут такое вообще творится? Как это понимать? Спасите. Такс, такс, такс. Опа. Изи. Я смог это сделать даже с такой графикой. Барни, не пугай меня. Знаете, я такой подумал. Может быть, устроить стрим, где я прохожу игру с такой вот графикой. Это будет, наверное, интересно. Пишите, что вы об этом думаете в комментариях. Такс, как у нас в этой главе дела обстоят? Помогите, остановитесь. Мы ни в чем не виноваты. Боже. Это ужас. Где тут пистолет? Не, ну пистолет узнаваем. А вот вы, ребят, как-то не очень. Так, привлечение чернота. Алло, привет. Сейчас. Опа. Без прицела. Блин. В рукопашную. На, на. Труп. Лель, вы посмотрите на... Ладно, мы не будем дожидаться поезда и... Как настоящие спидранеры. Спидранеры. Просто пропустим. Или нет. Да. Опа. Прыгаем. Бхопим. Взрываем. Идем вперед. Хилимся. Нет, не хилимся. И просто всех по пути убиваем. В принципе, та же самая халва. Играется абсолютно так же. Просто выглядит немножко... Чуть-чуть совсем... Чуть хуже, да. 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 Лель. Давайте посмотрим на Ревенхольм. И знаете... Тысяча маленьких окон... Повсюду. Это место еще страшнее, чем когда-либо. Ну вот, а зомби... Узнаваемы. Так. Крут. А, хаткраб. А вот хаткраб вообще не изменился. Почти. Совсем. Блин, господи. Это настолько ужасно. А вот интересно. Если бы Half-Life 2 вышла бы с такой графикой. Ее полюбили все так же, как сейчас. Я думаю... Я думаю, нет. На это очень больно смотреть. И уж тем более... В это играть. Ай. Ладно. Все равно. Если я буду проходить так Half-Life 2 на стриме, я... Больше никогда не смогу в нее нормально играть. Кстати, если хотите урок по банихопу, так же пишите это в комментариях. Или можно даже мне в личку в ВК. Опа. Я все это прочитаю. Посмотрю. И, возможно, сделаю еще один ролик по Half-Life 2. Ну, я такой, ребята, тут подумал так сейчас. И, как бы... В принципе, на этом можно заканчивать. Но перед этим я хочу показать еще кое-что. Многие из вас сейчас думают, что ниже таких вот настройок графики уже некуда. На самом деле, это не так. Если вы зажмете Shift и F1, откроется вот такое вот меню, в котором мы можем вставить, так и убирать галочки. Так вот, заходим в параметр Renderer. И просто ставим галочки на все, что только можно. Здесь так же. И здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok